Всем привет, с вами снова Илья, это прогноз курса биткоина и других криптовалют на 18 октября. Итак, давайте посмотрим, что у нас произошло со вчерашнего дня, как изменил расклад сил. Также расскажу, почему, на мой взгляд, в среднесрочной перспективе биткоин может еще заметно вырасти перед своим финальным снижением. Итак, давайте разбираться прежде всего, в общем, с краткосрочной ситуацией. Здесь у нас был следующий подход, одна из потенциальных сделок и прогноз дальнейшего движения еще вот здесь состоял в том, что цена после своего снижения, правда, которая получилась чуть больше, чем мы планировали, подойдет к верхней границе клина. И если здесь мы будем видеть консолидацию, то в большинстве случаев это означает, что цена готова к прорыву верхней границы клина. А я напомню, что он у нас здесь формируется достаточно давно, еще с 14 августа, готова к потенциальному пробою верхней границы клина и может уйти прилично наверх. Давайте посмотрим на 5-минутный график, что, конечно, не свойственно для разбора таких крупных фигур. Но здесь мы видим, что цена пока еще не готова пробиваться. Это вообще, в принципе, стандартная практика для такого утра, еще, наверное, утра или первой половины дня, по крайней мере, по европейскому времени. И поэтому я думаю, что до вечера, до где-то открытия примаркета, хотя бы 3-х часов по московскому времени, здесь мы каких-то особых изменений не увидим. То есть пробойные идеи и пробойная стратегии, они приобретают актуальность именно уже близ открытия американской сессии. Поэтому сейчас пока что хвататься на какие-то пробойные идеи не стоит. Я думаю, что цена еще какое-то время в рамках этого треугольника походит. Скорее всего, мы здесь увидим еще и пробой вниз до этого момента времени и снова здесь переход в такую вот консолидацию. То есть заманит еще и в одну и в другую сторону. Теперь вопрос, который здесь как бы актуален. Мы видим консолидацию. Это то, что, в принципе, я хотел бы увидеть для того, чтобы какую-то лонг-позицию открывать. Она произошла именно там, где я ожидал. И стоит ли здесь, в общем-то, лонг, который я в связи с этим планировал, открывать. И на самом деле, вот уже после того, как я эту консолидацию вижу, закрались некоторые сомнения. Потому что, ну, такая консолидация, конечно, неплохая. Она в таком треугольном формате. И плюсом ко всему, в принципе, на точках, которых я ожидал. Но вот этот вот ложный пробой, который у нас возник здесь к отметкам около 19700. Некоторые сомнения навевают, потому что здесь цены не дают пройти выше, даже несмотря на то, что это первая половина дня. И цену, скорее всего, могут повести заметно ниже перед потенциальным пробоем. Для того, чтобы более четко на это все взглянуть, давайте посмотрим также на короткий график NASDAQ, за которым сейчас, в основном, в принципе, биткоины ходят. И мы видим, что вот такая вот консолидация, видите, она прямо возле уровня. Это, на самом деле, довольно сильный признак, который в большинстве случаев говорит о том, что рынок будет продолжать движение. Но после уже таких консолидаций, по крайней мере, ранее, мы зачастую видели изначально, как бы, просадку вниз. И только после этого продолжение роста. Поэтому я пока еще с некоторой долей сомнения отношусь к варианту пробоя этого треугольника. Но больше сейчас все-таки склоняюсь к тому, что стоит, наверное, здесь такую лонг-позицию попробовать. Определить такую более-менее вменяемую цену, поставить стоп, наверное, долларов около 300, наверное. И попробовать взять вот этот вот пробой как клина, так и более мелкого треугольника. Теперь, второй очень важный момент, на мой взгляд, ключевой в данном случае. Мы видим разворотную конфигурацию и очень сильную разворотную конфигурацию по индексам, где на дневном графике мы видим очень сильное поглощение. То есть, причем поглощение по всем законам жанра. У нас поглощение, это не просто, когда вот есть красная свечка, открывается зелененькая свечка и вот так вот там радостно что-то происходит. Для того, чтобы поглощение было именно книжным, то есть, именно таким базовым, который является собой именно очень сильную модель разворота, мы должны видеть гэп вниз после открытия вот этой вот поглощаемой свечи, после, точнее, ее закрытия вот этой вот поглощаемой свечи. И здесь мы этот гэп видим. То есть, как вы помните, именно вот этот вот день, 23 число, оно началось с того, что цена у нас открылась с очень сильным гэпом вниз, и после этого начала вот это вот все дело поглощать. И после этого, даже несмотря на то, что мы увидели красный день, сейчас вот такое вот восстановление начинается. Это очень сильная модель. На мой взгляд, ее в большинстве случаев будет достаточно для того, чтобы в среднесрочной перспективе рынок двинуть, по крайней мере, по индексу NASDAQ к отметкам около 12.12.500, что, в принципе, на текущий момент соответствует росту где-то около 12%. 12% роста по индексам, это, как правило, соответствует приросту по криптовалютному рынку процентов тоже на 20-25. То есть, чем, как бы, модельки здесь у нас такие среднесрочные неплохие. Поэтому в среднесрочной перспективе, на мой взгляд, здесь сделки более безопасные. То есть, когда мы говорим о краткосроке, нам тут нужен очень короткий стоп. Здесь очень много вариантов обмануть тех, кто заходит. И там различным движением вниз, и ложным движением наверх, такой вот свечой с последующим движением вниз, и там различными разными зигзагами, заходами. То есть, в краткосроке здесь вариантов выбить огромная масса. Поэтому я, как бы, сомневаюсь в том, чтобы такой лонг открывать. Но если мы говорим про среднесрочную позицию, то есть взять где-то здесь добраться, там усредниться, и поставить более крупный стоп, даже несмотря на то, что взять изначально более мелкую позицию, мне здесь нравится это, скажем так, чуть больше. И вот отметки, в общем-то, там 22.600 и 25, они все еще мной рассматриваются как приоритетные именно в среднесрочной перспективе. После этого, скорее всего, рынок поднагнут, причем довольно сильно. Но вот конкретно в обозримом будущем эти отметки кажутся актуальными. Вот, в принципе, что касается биткоина, в таком разрезе именно четырехчасового графика, здесь мы до сих пор видим вот такое вот боковое движение, ничего здесь особо не меняется. Вот этот вот ложный пробой, он так же, как был и был. Здесь у нас отбой от уровня. И, в общем-то, с точки зрения боковика, здесь у нас тоже движение открыто к 20.400. Поэтому расправа с текущим треугольником и рост от текущих отметок я рассматриваю как приоритетный вариант. При этом краткосрок очень тяжело здесь будет отторговать, отторговать правильно. Поэтому я рассматриваю больше такие среднесрочные перспективы с более широкими стопами и, соответственно, с более гибким набором и добором позиций и с, соответственно, более серьезными целями. Вот, теперь давайте перейдем к эфиру, посмотрим, что у нас здесь. Я также напоминаю, что в описании всегда лежат две ссылки на регистрацию на бирже Binance и Bybit с соответствующими бонусами. На Bybit это бонус на первый депозит до 4 тысяч долларов, а на Binance это кэшбэк на комиссии 20% на спот и 10% на фьючерсы. Теперь, значит, разбираемся с эфиром. Здесь у нас боковое движение, никакими клинями здесь пока что не пахнет. Но, что интересно по эфиру, что он у нас уже достиг вот этой вот отметки предыдущего роста. То есть, видите, здесь, если мы посмотрим, опять же, на 5-минутный или 15-минутный график, то мы видим, что эфир в среднем, вот в рамках этой краткосрочной перспективы, выглядит несколько посильнее. И поджатие к этому уровню, оно также зачастую, зачастую, будет говорить о том, что эфир к этому уровню, к пробою этого уровня готовится. Поэтому здесь я, как бы, возможно, даже если прям хочется краткосрочную сделку, больше бы смотрел в сторону эфира, потому что, ну, по причине вот этих последних нескольких предложений, мне кажется, здесь и пробой должен быть поинтереснее, посильнее. И, во вторую очередь, он должен быть такой менее спекулятивный. Здесь у нас там на 5-минутный график нет никаких треугольников, которые можно посбивать во все стороны. И здесь у нас есть лишь один уровень, к которому цена, как бы, приближается и поджимает его. И в большинстве случаев более гладко вот этот вот пробой, он будет проходить. К отметкам там около 1400. Здесь чем? Вот такой вот расклад. Я думаю, что здесь можно такой вот лунг подобрать. Но главное сейчас не злоупотреблять, потому что до открытия американской сессии еще долго. От факта мы торгуем американский рынок, когда сейчас работаем по биткоину. И самостоятельности у него становится как бы все меньше, если не сказать, что ее практически нет. Вот и все. Это значит, основные трейды, которые сейчас есть, это основной взгляд на среднесрочную перспективу, которую я имею на текущий момент времени. Всем напоминаю, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируйте за то, что вы не готовы потерять. Всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения. Суторговое решение принимайте самостоятельно. Всем прощаюсь. Всего хорошего и пока. Продолжение следует...